Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 13 сентября, Православная Церковь совершает память священномученика Киприана, епископа Карфагенского. Священномученик Киприан, епископ Карфагенский, родился около 200-го года в городе Карфагения в Северной Африке, где протекла вся его жизнь и деятельность. Фасци Киприан был сыном богатого сенатора-язычника, получил прекрасное светское образование и стал блестящим оратором, учителем красноречия и философии в карфагенской школе. Он часто выступал в судах как ходатай и защитник по делам своих сограждан. Киприан впоследствии вспоминал, что долго оставался в глубокой мгле ночной, далекий от света истины. Состояние, доставшееся от родителей и нажитое своей деятельностью, знаменитый риттер тратил на роскошные пиры, но они не могли заглушить в нем жажды истины. Заинтересовавшись христианством, он познакомился с сочинениями апологета Пресвитера Тертулиана. Впоследствии святитель писал, что ему казалось невозможным тогда при его навыках достичь обещанного спасителем возрождения. Из такого тяжелого и нерешительного состояния его вывел друг и руководитель Пресвитер Цицилий. В 46-летнем возрасте ученейший язычник был принят в христианскую общину как оглашенный. Еще до принятия крещения он раздал нищим все имение и переселился в дом Пресвитера Цицилия. Могучее действие возрождающей благодати Божией, полученное им в крещении, святитель Киприан описал в письме к другу Донату. Когда возрождающая волна очистила нечистоты моей прежней жизни, свет тихий и ясный не шел с неба в сердце мое. Когда второе рождение Духом Небесным изменило меня в нового человека, то чудным образом укрепился я против сомнений, открылись тайны, осветилось темное. Я узнал, что жившее во мне по плоти для греха принадлежало земле, а началось теперь Божие, живущее Духом Святым. В Боге и от Бога вся наша сила, от Него наша крепость, через Него мы, живя на земле, имеем предчувствие будущего блаженного состояния. Примерно через год после крещения святой был рукоположен во Пресвитера, а когда умер карфагенский епископ Донат все единодушно избрали епископом святого Киприана. Он дал свое согласие, повинуясь настоятельным просьбам, и был рукоположен во епископа карфагенского около 248 года. Святитель прежде всего занялся церковным благоустройством и искоренением пороков в среде клириков и паствы. Святая жизнь архипастыря вызывала у всех желание подражать его благочестию, милосердию и мудрости. Плодотворная деятельность святителя Киприана стала известна за пределами его епархии. Епископы других кафедр часто обращались к нему за советом, как поступить в том или ином случае. Гонение императора Декия, о котором святителю было открыто в сонном видении, заставило его скрыться. Он держал постоянную связь с карфагенскими христианами через своих посланцев, писал письма к пресвитерам, исповедникам и мученикам. Некоторые христиане, убоявшись мучений, принесли жертву языческим богам. Святитель Киприан написал всей карфагенско-христианской общине послание, в котором указал, что отпадших во время гонения можно принимать в церковь, но этому должно предшествовать рассмотрение обстоятельств, при которых совершилось отпадение. В скором времени святитель Киприан вернулся к пастве. Когда в карфагенской церкви стали утихать раздоры, началось новое бедствие, вспыхнула моровая язва. Сотни людей бежали из города, оставляя больных без помощи, а мертвых без погребения. Святитель Киприан, показывая пример стойкости и мужества, сам ухаживал за больными и хоронил мертвых, причем не только христиан, но и язычников. Моровая язва сопровождалась засухой и голодом. Орды варваров, нумидийцев, пользуясь бедствием, нападали на жителей и уводили их в плен. Святитель Киприан побудил многих богатых карфагенцев пожертвовать свои средства на питание голодающих и выкуп пленных. Когда началось новое гонение на христиан со стороны императора Валериана, карфагенский проконсул Паттерн велел святителю принести жертву идолам. Он твердо отказался выполнить это, а также назвать имена и место пребывания пресвитеров карфагенской церкви. Святителя сослали в местность Курубис. В тот день, когда святитель прибыл на место ссылки, он увидел сон, предвозвещавший ему скорую мученическую кончину. Находясь в изгнании, святитель Киприан написал много писем и книг. Желая пострадать в карфагене, он сам вернулся туда. Приведенный на суд, он был оставлен на свободе до следующего года. Почти все карфагенские христиане пришли проститься со своим епископом и получить от него благословение. Но судья святитель Киприан спокойно и твердо отказался принести жертву идолам и был приговорен к усечению мечом. Услышав приговор, святитель Киприан сказал «благодарение Богу», и весь народ в один голос воскликнул «И мы хотим умереть с ним». Придя на место казни, святитель снова преподал всем благословение и распорядился дать от него двадцать пять злотниц палачу. Потом он сам завязал себе глаза, а руки дал связать стоявшим около него пресвитеру с иподиаконом и преклонил голову. Христиане с плачем постелали пред ним платки и убрусы, чтобы собрать священную кровь. Мученическая кончина последовала в 258 году. Тело святителя ночью было взято и погребено на частном кладбище прокуратора Мокровия Кандидиана. Дорогие братья и сестры, сегодня также празднуется положение честного пояса Пресвятой Богородицы и совершается память святых. Святителя Геннадия, патриарха Цареградского, празднуется собор новомучеников Ясиноватских, священномученика Александра Любимого Пресвитера и Владимира Двинского Диакона, священномучеников Михаила Касухина и Мирона Ржелика Пресвитеров, священномученика Дмитрия Смирнова Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok